И когда мы с вами все это сделали, то следующий шаг, разумный и логичный, это взять на энергетический контакт уже всю нашу нервную систему. То есть масса тела втекает в тело здоровья нервной системы. Здесь надо вам сказать, что для более четкой или глубокой проработки нервную систему нашего тела, всю нервную систему, ее иногда делят на две части. Часть первая – центральная нервная система, и часть вторая – это периферийная нервная система. Но вам я рекомендую делать один раз это и всю нервную систему без разделения сразу, то есть вот вся нервная система, все, я беру ее на контакт и уже корректирую и работаю с ней. Потому что так более целостно, так более правильно. Если выделять только центральную нервную систему, то есть головной мозг, спинной мозг и ближайшие нервные узлы, то в этом случае получается как бы некоторый дубль, фактически мы с вами это и сделали, головной и спинной мозг. А отдельно прорабатывать периферийную нервную систему можно, иногда даже нужно, но в этом случае периферийная нервная система – это то, что лежит за пределами, то есть это нервные окончания, нервы и узлы, которые лежат за пределами головного и спинного мозга, то есть вот центрального магистрального канала. И чтобы ее взять на контакт, вам нужно немножко затемнить голову и спинной мозг, ну как бы уменьшить их сигналы в общей нервной системе, чтобы отдельно вычленить нервные окончания, выходящие на периферию. Еще раз это можно делать, но не на этом этапе подготовки. Но в данном случае это всего лишь мое частное субъективное мнение. Здесь также я должен вам сказать, что, допустим, масса моего тела втекает в тело периферийной нервной системы. То есть я это к чему? К чему это делается? Вот на хорошем этапе подготовки, вот это вот выходы нервной системы на поверхность, то есть все, что дальше от спинного и головного мозга, оно в теле наиболее пострадало за вашу жизнь, пострадало от вашей жизни, условий жизни, опытов вашей жизни. И периферийная нервная система, она обычно вот по телу, если мы ее берем, она, в общем, вот такая вот кривая, вся искажена вот так. То есть если как бы центральная спиной мозг, головной более-менее, то вот это вот всегда так. Но, с другой стороны, она быстро восстанавливается, быстро приходит в порядок, а эффект во внешней жизни, бытовой жизни, она дает такой, что у вас повышается работоспособность. То есть первый такой, вроде непланируемый, неявный, незаказанный, но побочный эффект такой серьезный, когда вы несколько дней поисправляли отдельно периферийную нервную систему, она вдруг мощно дает отклик, маленькие короткие нервы, импульсы маленькие, быстро-быстро-быстро работают, привыкают, дают ответ, и у вас через них идут выходы, да, в ауру, выплески такие, и вот это начинает держаться стабильно. И такое выражение употреблю, они как бы, вот эти конечные выходы становятся злыми. Ну, по-другому не могу объяснить злыми. То есть любые внешние воздействия, они так очень бодро и резко реагируют, и пытаются уколоть, ужалить приходящее вредное к вам. За счет вот такой странной, но в то же время объективной природной реакции на вас негатив внешний не закрепляется, очень быстро размывается, и по каналу наименьшего сопротивления, то есть по каналу, которому он пришел от своего первоисточника, он отфутболивается обратно. Вы такой чистенький, бодренький. То есть у вас эти каналы как бы освежились, они не забиты, и они правильно, правильно, природно реагируют на всякую хрень внешнего мира. Вот для этой цели это прорабатывает. И такая проработка дает силу, такую бодрость, и неожиданно хороший такой тонус. И еще один такой момент, она как бы подрегулирует ваш режим дня. То есть солнце заходит, вам хочется спать. Солнце встает, вы неожиданно проснулись достаточно бодрый. Вот такие, да, странные, непланируемые побочные эффекты. Очень положительные периферийные нервные системы при отдельной работе с ней. Но отдельно работать с ней нужно, когда вы очень хорошо чувствуете всю свою нервную систему и стабильно ее исправляете. А она, главное, в ответ-то стабильно держится. Держится, все работает. Ну, и вы такой, все, молодец. Первые импульсы пошли косвенно. Также у вас связь между участком тела и участком мозга за этот участок тела, отвечающий, тоже установится, восстановится, обострится. То есть вот эта рефлекторная дуга, сигнал туда, сигнал обратно, то есть она у вас заработает с новой силой и теоретически через некоторое время очень хорошо. И отклики во всех участках органов тела тоже будут очень-очень хорошие.